коллеги давайте проверим как нас видно как слышно если все видно слышно поставьте пожалуйста огонечки вижу огонечки супер тогда начинаем здравствуйте коллеги сегодня мы начинаем нашу новую серию вебинаров посвященных решению аксилотоз меня зовут кондрашов сергей и вместе со мной мой соведущий василий гайдамакин наш эксперт в автоматизации терминальной логистики добрый день собственно почему серию вебинаров прошло почти два года с момента выхода нашего первого вебинара который был посвящен данному решению и за эти два года мы уже сделали три проекта по автоматизации контейнерных терминалов и получили более сотни запросов на демонстрацию на презентацию и в общем было достаточно большое количество вопросов которые мы решили как раз таки подробить на определенные части и о которых решили рассказать так секунду собственно прошлый вебинар занял у нас вместе с ответами на вопросы более двух с половиной часов поэтому собственно мы решили в этот раз несколько его сократить постараемся сделать его максимально для вас информативным поэтому уклад на наш цель такая уложиться в 45 минут решение аксилотоз является решением которые входят в логистическую платформу аксилота 7 ну так получилось исторически что для большинства аксилот и управление складом или аксилоты в мс это уже практически синонимы но на самом деле это не совсем так или я бы даже сказал что совсем не так аксилота 7 это логистическая платформа которая состоит из ряда компонент отвечающих за складскую логистику за транспортную логистику за логистику распределенного управления заказами и объединена едиными принципами принципами разработки общей событийной моделью и унифицированными справочниками аксилотоз являясь этой частью этой логистической платформы позволяет тесно интегрироваться и взаимодействовать с другими системами так в части управления входящими потоками реализовав системе реализован блок прошу прощения блок отвечающий за жд и авто и морской фронт в блоке интеграции с системами класса в мс это соответственно блок отвечающий за растарку из-за тарку контейнеров система построена на самой распространенной в наших краях платформе 1с предприятия 83 поддерживает с убд различных производителей это уже всем давно привычные microsoft оракал и ibm но и все чаще встречающиеся платформы по сбери с гели по сброс про с точки зрения операционных систем система также работает и на windows серверах и на системах построенных с помощью платформ линукс если мы говорим про мобильные устройства то для реализации действий для их выполнения на мобильных устройствах есть два варианта первый это android приложение которое устанавливается непосредственно на мобильные устройства и второе это подключение через rdp оба этих варианта значительно расширяют перечень того оборудования которое может работать с нашей системой естественно аксилот тос строится в основном на топологии да и на бизнес-процесс вот с точки зрения топологии василий сегодня расскажет да и такой базис на котором система выстроена но есть еще и бизнес процессы да и вот эти бизнес-процессы они позволяют оптимизировать управление техникой персоналом входящим потоком исходящим потоком таким образом чтобы работа становилась на терминале наиболее эффективно и те услуги которые терминал оказывает своим клиентам они могли быть тарифицированы причем система позволяет в мультивалютном учете проводить тарификацию этих услуг и в автоматическом режиме могут быть выставлены клиентам собственно все это плюс открытый программный код плюс платформа разработки 1с предприятия плюс возможность пользоваться решили решением как в формате он премис так и в его облачной вариации делает систему наиболее конкурентной и наиболее используемой на текущий момент в россии и странах снг мы уверены что система займет лидерские позиции как мы в принципе привыкли уже делать системы других классов которые мы внедряем передаю словом моему коллеги василий добрый день еще раз коллеги ну сегодня наша цель посмотреть соответственно как и сказал мой коллега сергей посмотреть функционал управления топологии терминала системе аксилотоз поэтому мы посмотрим как у нас это реализовано адресное хранение управление соответственно всей топологии терминала настройки дополнительных соответственно констант координат терминала и как это вообще отображается графическом очень удобном интерфейсе для всех исполнителей пользователей которые соответственно выполняют все задачи в системе аксилотоз топологии терминала у нас присутствует соответственно в системе есть очень удобный графический интерфейс по настройке этой топологии называется у нас план терминала на данном плане терминала мы очень удобно можем организовывать адресное хранение терминал то есть настраивать зоны зоны делить на определенные стоки соответственно в этих стоках есть ячейки таким образом мы можем размещать все физическую составляющую терминала на именно логической схеме плана терминала то есть все стоки и зоны могут размещаться в удобном интерфейсе этот план терминала он редактируем по желанию пользователя настраивается соответственно в том варианте который удобно чтобы отображалась именно физические составляющие всех зон и стоков в том режиме в котором они есть по физике также отображались системе для удобного пользования чтобы операторы системы все пользователи в том числе и руководство терминалами тоже могло увидеть всю информацию не только о соответственно зонах но и текущей заполненности то есть какие находятся контейнера а какой объем заполненности каждого стока зоны всю информацию по заполненности в размерах соответственно тео и соответственно количестве контейнеров также этот режим у нас позволяет посмотреть вид сверху да то есть мы видим какие штабеля есть по графическому отображению штабелей вы видите на экране зелененький коричневый сиреневый цвет а это означает какое количество контейнеров находится в табле то есть если мы посмотрим вид срез сбоку то мы видим что контейнера находится на четырех ярусах на первом ярусе это зеленый цвет второй ярус это серый и так далее вот очень удобный инструмент который позволяет еще раз повторюсь в онлайн-режиме посмотреть все данные о текущем состоянии терминала он очень удобно настраивается редактируется то есть задаются различные цвета не только иерархии штабелей да по ярусам но и также сами зоны и стойки можно также графически выделять определенным цветами то есть допустим зону бракованных можно выделить каким-то более подсвеченным красным цветом зону хранения более соответственно каким-то там синим цветом и так далее вот помимо плана терминал у нас же также по зонам по каждой зоне есть очень удобный интерфейс который показывает по каждой соответственно линии который находится в стойке именно срез по контейнерам информацию не только номер контейнера можем также видеть информацию и дополнительно то есть есть а дополнительно также подсветка видите на экране соответственно снизу отображается о том что какие контейнера годные какие негодные какие соответственно есть порожные какие груженные срок их нахождения на терминале всю эту информацию очень удобно здесь отображается и настраивается системе также на этом терминале черным цветом выделены линии это показывает о том что данная линия данные чеки заблокированы системе то есть блокировку ячеек мы сейчас далее рассмотрим но в В графическом интерфейсе все это в автоматическом режиме. Сразу же пользователи системы отображают, что данные ячейки именно в данный момент заблокированы. Что далее следует по адресному хранению организации в системе? Все ячейки, которые вы видели на графическом режиме плана терминалей, они создаются через удобную обработку по генерации топологии. Данные генерации топологии для каждых ячеек, их массива ячеек, которые находятся на терминале, можно задать характеристики для того, чтобы система автоматически генерировала ячейки. Такие характеристики, как типы ячеек, в которые указываются вместимость ячейки, то есть размерность, сколько, 1 ТО, 2 ТО, под что она предназначена, под хранение каких контейнеров, 20 футов, 40 футов и так далее. Для каждой соответствующей генерации топологии ячеек можно указать зону, то есть какой технологической, функциональной логической зоне принадлежит данный массив ячеек. То есть это может быть зона хранения, там, допустим, порожник контейнеров, отдельная зона, зона груженных контейнеров, это отдельная зона и так далее. Для каждой ячеек массива указывается также на именование стока, то есть у вас определенные стойки, они будут не одинаковые на всем терминале, а каждый будет идентифицироваться своим буквенным, соответственно, обозначением, либо цифровым, да, то есть это могут быть буквы A, L, C, D и так далее, либо цифры различные. Также мы задаем количество линий, которые есть в определенном стойке, количество ритуов, да, и количество ярусов. С учетом этого система у нас генерит ячейки, создает в системе. Также еще дополнительный функционал, который появился у нас в одном из релизов спустя, да, какое-то время, развитие нашего системы Аксилотов. То есть это шаблон именования ячейки, то есть строгого шаблона именования ячейки мы от этого отошли. То есть мы можем задавать именно, какой порядок нумерации стока, диньи, ряда, ярусов именования ячейки будет по своему усмотрению, как удобно, соответственно, заказчику, либо, соответственно, пользователю. Таким образом, настройка адресного хранения очень в системе удобно, позволяет задать и создать ячейки, которые привыкли люди работать, либо которые будут удобны для восприятия всем пользователям, которые будут в дальнейшем работать с топологией. Это, соответственно, приемы с датчики, операторы техники различных, да, кранов, рейштайкеров и так далее. Для них будет более удобно, если согласуете всю адресацию, как удобно ей пользоваться. Далее. Для создания ячеек мы проговорили, что удобный интерфейс есть, генерация топологии, отображение на плане темена, но также есть возможности дополнительных функций по обработке этих ячеек в системе ТОС. Поэтому в нашей системе есть такие вещи, как редактирование ячеек и групповая обработка, то есть изменение каких-то групповых, соответственно, данных по массиву ячеек. То есть в какой-то момент на терминале вы решили, что ячейки нужно заблокировать, например, мы можем, соответственно, выделить определенный массив ячеек и нажатием буквально одной кнопки заблокировать все эти ячейки. Статус заблокировки массив заблокирована, либо заблокирована для интеризации, для того, чтобы потом по заблокированной интеризации можно было создавать задачи на интеризацию, соответствующие. Помимо блокировки ячеек, мы можем также и групповым изменением массива ячеек изменять их принадлежность к функциональной зоне, изменять, соответственно, в каком ряду находятся ячейки, и также, соответственно, менять тип ячеек. То есть в какой-то момент есть ячейки были какого-то определенного размера, но с историей накопления данных и по времени, соответственно, работы системы решили, что тип размер ячеек нужно изменить. Пожалуйста, не нужно заходить в каждую ячейку это менять, можно выделить определенный массив ячеек, и очень удобно все это изменить, в системе все это поменяется. Главное, грамотный подход, то есть для администратора системы, пользователям которого разрешено это редактировать, они могут это все выполнять. То есть у нас ролями в системе еще разъяно право на групповое изменение системы. То есть любой пользователю, у которого недоступны эти права, ни в коем случае он эти данные не сможет изменить, испортить. Все это доступно именно людям, которые есть определенные права пользователя, администратора системы. Помимо ячеек, их настроек, их изменения, каких-то характеристик, также мы в системе можем управлять настройку совместимости по тем созданным стокам, которые мы создали в системе. У нас в стоках есть линии и штабели, мы можем настроить совместимость. То есть при приемке контейнеров система может автоматически рассчитывать ячейки, куда поставить контейнера, не просто по их линиям, рядам и ярусам, да, их заполненности, то есть на каком ярусе в системе стоит контейнер, да, если в каком-то ярусе он стоит, контейнер, на этот ярус, если он заполнен контейнером, система не предложит поставить другой контейнер. Мы можем также задать настройки совместимости по характеристикам контейнеров, такие как экспедитор, получатель, направление отгрузки, различные там даты прихода, то есть сколько срок хранения находится контейнером на терминале именно в данном стойке, в данных штабелях системы, да. Для этого в системе у нас организована настройка совместимости, соответственно, контейнеров в системе, установка группировки штабелей, то есть в одном стойке можно сгруппировать штабеля, как практика показывает, на терминалу группируют штабеля, соответственно, по одному ряду, да, либо двум рядам, и для этой группы штабелей задают определенную настройку совместимости. Это удобно, показало на практике внедрение наших, соответственно, проектов, таких как First Drive терминал, Power Terminal, Достык Транстраминал в Казахстане. Мы очень удобно все это использовали. Система таким образом, с учетом настройки совместимости, в дальнейшем позволяла минимизировать раскопки при отгрузке контейнеров. То есть контейнера выкладывались по настройке совместимости именно своей группой штабелей, не заставляя другие контейнера, которые по настройкам совместимости не подходят в данный момент. Это очень удобный инструмент, который используется как и в системе Axelotos, так и в других линейках наших, соответственно, систем ВМС. Но это, кстати, хорошо показывает вот эту оптимизацию бизнес-процесса, да, внутри? Да, да, это очень удобно, и те люди, которые этим пользуются, они в дальнейшем понимают, какой результат от этого получают. То есть, еще раз повторюсь, раскопки при этом остаются, соответственно, минимальными. Дальше перейдем к такому удобному функционалу нашей системы, как позиционирование контейнеров. Мы понимаем, да, что если у нас есть линии, ряды и ярусы, то это простая система метрическая, да, координат трех, то есть x, y, z. То есть мы понимаем, что у нас пересечение вертикальных линий, горизонтальных линий, вертикальные линии – это ряды, да, так называемые у нас еще в системе слоты, соответственно, горизонтальные линии – это у нас линии, линии слотов, и, соответственно, по ярусам есть тоже так же координаты, это уже z. Мы это в системе все это понимаем, и для того, чтобы рассчитать оптимальные передвижения техники и расчеты координат ячеек, чтобы минимизировать передвижение техники, мы можем это все использовать. То есть вы видите на нашем графическом плане терминала, чтобы более вам было понятно, то есть те вертикальные ряды для нас, для системы ТОС – это координата x, горизонтальные ряды – это координата y, и еще раз повторюсь, ярусы – это координата z. Все в системе мы их учитываем, то есть логически мы понимаем, как же нам, соответственно, в системе это задается и используется в очень удобном варианте. Для этого в системе у нас существуют справочники системы, называемые слоты, и это относится к вертикальным рядам стоков. Для каждого слота мы можем задать свою координату в метрической системе, это могут быть миллиметры, сантиметры, метры и так далее. Все эти координаты мы в системе можем задать, в любой момент можем поправить. Также этот функционал очень удобно использовать, когда у нас есть интеграция с крановым оборудованием, с речтакерами, по которым мы, соответственно, подсказываем не только в какую ячейку нужно двигаться техники, но и на какую координату нужно ему сдвинуться – вправо-влево, вперед-назад, вверх-вниз, соответственно, опустить прейдер. По линиям слотам такая же история, да, то есть это у нас же уже координата y, да, мы тоже задаем координаты, то есть история абсолютно такая же, только уже по координате y. И как у нас это отображается в режимах, соответственно, использования на технике терминала, в рабочем месте речтакера, кромщика, который выполняет эти действия. То есть мы видим картину интерфейса рабочего места оператора техники, который видит вид слева, это вид сверху. Мы видим, какие ряды находятся именно в этом стойке, где нам нужно взять контейнер линии, количество этих линий. Вид справа мы видим в разрезе уже по яросам. Наш целевой контейнер, который нужно переместить, отображается красным цветом, то есть оператор техники, не запоминая адресацию ячеек, да, мы еще в удобном графическом виде позволяем посмотреть, что он находится именно в этой линии, в этом ряду, то есть не нужно обязательно запоминать, зачастую это сложно бывает операторам техники по адресации ячеек, запомнить именно, в какой ячейке находится этот контейнер, мы прямо подсвечиваем, в каком ряду, линии, ярусе находится целевой контейнер, даже если он, как говорится, заставлен, закопан сверху другими контейнерами, то есть мы вполне можем сделать дальнейшую раскопку, то есть все это у нас очень удобно отображается в режиме взять, когда мы хотим взять контейнер. На следующем слайде мы видим, что в режиме положить такая же история, отображается у нас вертикальные ряды 1, 2 и линии, соответственно, отображается в системе, мы видим вид сверху не только ячейки, заполненные контейнерами, но также и пустые ячейки, также мы видим, так же как и на плане терминала для оператора системы, мы видим их цветовую характеристику, то есть мы понимаем, а именно на каком ярусе находится именно данный контейнер, и это очень удобно и оперативно облегчает работу операторам техники. Также мы видим еще и цветовую подсветку тех контейнеров, которые уже запланированы на следующей задаче, которые оператор техники подсказывает, что данный контейнер, уже запланирован план расход на этот контейнер, его в следующую, соответственно, операцию, итерацию нужно будет переместить, в данный момент, соответственно, на него запланирована задача, отображается розовым цветом. Вот, таким образом мы прошли режимы взять и положить, ну и последний, соответственно, этап, это уже у нас поставить контейнер в штабель, здесь мы отображаем информацию по ярусам, то есть мы показываем, что система спланировала ячейки по ярусам, да, и спланировал наш целевой контейнер красным цветом именно на третий ярус, и также мы подсказываем пользователю системы оператора техники, что именно под этим третьим ярусом, какие еще находятся контейнера, чтобы физически и логически сошлись данные, и оператор техники свободно выполнил на это перемещение. Вот, по порядку поиска координат ячеек, также хотелось добавить слово, то, что в нашей системе есть стратегии размещения, где мы еще используем помимо порядка по линиям, рядам и ярусам, мы еще используем координаты, которые в системе задали, то есть можем минимизировать перемещение техники и расчет ячеек целевых с учетом расстояния от начальной ячейки, где контейнер находился, это очень удобно, когда контейнер принимается, допустим, с ЖД фронта, сразу мы подбираем ячейку, которая находится к железнодорожной платформе, именно ближайшая, да, мы можем учитывать координаты, которые есть по рядам, расстояние по линии, это координаты по линиям, которые мы задали, и можем также использовать суммарное расстояние, это сложные все координаты X, Y, Z, таким образом можем спланировать задачи в режиме настройки именно пузырькового варианта поиска ячеек, то есть система будет искать от начальной ячейки те ячейки, которые ближайшие по расстоянию всех координат, слева-справа-вперед, слева-справа-вперед и так далее, пузырьковый вариант будет подыскивать нам определенную ячейку, то есть координаты ячеек используются не только для интеграции с оборудованием, да, и оптимального расчета ячеек, но и также для минимизации перемещения техники, подбора конечной ячейки, размещения контейнера. Вот, таким образом, краткий, соответственно, наш обзор по топологии терминала настройки ячеек я рассказал, надеюсь, всем было интересно. Если вопросы какие-то у вас, коллеги, есть, задавайте обязательно, вот, Сергей, соответственно, продолжит и расскажет, какие планы у нас есть на будущее. Мы не расходимся, да, и ждем вопросов, соответственно, кроме того, хотелось бы анонсировать наш следующий вебинар, который будет посвящен входящему потоку и работе с ЖД и автофронтами. Продолжение следует...